Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз. С вами я, Анна Глазунова. И так, сегодня в выпуске. КФУ посетила руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Очередное заседание ректората состоялось в Казанском федеральном университете. В КФУ побывали представители университета Регенбурга. Казанский федеральный университет посетила руководителя образовательного фонда «Талант и успех» член Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Елена Шмелева. О том, где она побывала в рамках визита, смотрите далее. В Казань приехала руководитель образовательного фонда «Талант и успех» член Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Елена Шмелева. Сначала она встретилась в Доме правительства Республики Татарстан с президентом Татарстана Рустамом Инихановым. Они обсудили вопросы взаимодействия по выявлению и поддержке талантливой молодежи. В рамках встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой Татарстан и образовательным фондом «Талант и успех». Этот документ предполагает создание в Республике регионального центра одаренных детей по модели образовательного центра «Сириус», который располагается в Сочи. Состоялось также заседание Межведомственного координационного совета по реализации концепции развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Республики Татарстан «Перспектива», участие в котором также принял министр образования и науки Республики Татарстан Рафиз Бурганов и ректор Кафуэль Шат Гафуров. Елена Шмелева посетила и Институт управления экономики и финансов Кафу. В актовом зале состоялось пленарное заседание семинара по совершенствованию системы работы с одаренными и талантливыми детьми и молодежью в Татарстане. Тема была обозначена как вызовы в развитии человеческого капитала. Елена Шмелева подробнее рассказала об образовательном центре «Сириус», который был создан в 2014 году в Сочи по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Главная цель центра «Сириус» – это выявление и развитие дальнейшей профессиональной поддержки одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в различных областях. Ежемесячно в «Сириус» приезжают 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России. Владимир Владимирович поставил задачу, чтобы были ребята по направлению спорта, наук и искусства. Эти направления равнозначны. Эти направления дают как раз развитие территории, которая сейчас вокруг «Сириуса» превратилась в такой, не знаю, пример нового Нового Гограда внутри такой, знаете, олимпийской инфраструктуры, спортивной инфраструктуры. У нас уже 30 тысяч выпускников, вот тысяча – это выпускники республики, и все они фактически принимают участие в преобразовании под те новые образовательные программы, которые очень им интересны. Елена Шмелева также ознакомилась с деятельностью образовательного учреждения, пообщалась с учениками АТ-лицея Казанского федерального университета. Елену Шмелеву сопровождала ректор КФУ Льшат Гафуров. Сегодня было подписано соглашение между президентом нашей республики и Леной Владимировной о создании регионального центра «Сириус». Поэтому все те технологии, которые там есть, так или иначе, я надеюсь, будут транслироваться на нашу территорию. В начале своего визита она осмотрела проекты, разработанные учениками в рамках их научно-практической деятельности. Дети сами рассказали о своих разработках. Отличительной особенностью большинства проектов являлось их прикладное применение, а также использование информационных технологий. После просмотра работ учащихся в библиотеке АТ-лицея Елена Владимировна пообщалась с учениками и ответила на их вопросы. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялось заседание ректората. Основными темами стали вопросы приема иностранных студентов, дальнейшее развитие медико-санитарной части университета и многое другое. Подробнее в нашем сюжете. В Казанском федеральном университете состоялось очередное заседание ректората. Одним из вопросов повестки, которому было уделено особое внимание, стала реализация проекта «Инновационная экосистема КФУ». Термин «Инновационная экосистема» характеризуется обменом идеями, поиском инвесторов, коммерциализацией и созданием структур, которые будут проводить данную деятельность. Проектор по инновационной деятельности Дмитрий Пашин рассказал об основных проблемах в этой области. Университет старается запатентовать как можно больше результатов интеллектуальной деятельности через патенты на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Однако зачастую после регистрации патенты его продвижение останавливается, передача по лицензионному соглашению, как правило, не осуществляется. Прежде всего, мне кажется, необходимо внедрить в практику университета прозрачного механизма мотивации разработчиков на коммерциализацию результатов своих исследований разработок. Представленные в докладе про ректора по инновационной деятельности исследования показывают, что предпринимательству можно научиться. Именно поэтому, по его мнению, стоит сделать ставку на открытие новой основной образовательной программы «Менеджмент». Основным итогом программы будет сформированный проект, который студенты будут развивать на четвертом курсе. Ректор отметил, что студенты должны получать возможность реализовывать себя в нескольких сферах деятельности. У нас вообще перекрестного опыления нет. Поэтому вот с этого года это будет обязательно, чтобы одна пятая, либо одна четвертая, вот сейчас Дмитрий Альбертович вернется, будет в обязательном порядке. Благодаря опенлапам и темам, которые синициированы были в том числе и здесь сидящими в зале людьми, какая-то подвижка пошла. Другим вопросом повестки стало текущее состояние и перспективы развития медико-санитарной части университета. С докладом выступил главный врач Сергей Осипов. Он отметил, что важно проработать схему привлечения научных кадров. Сегодня клинике необходима интеграция профессорско-преподавательского состава и непрерывное обучение врачей. Ректор КФУ Ильшат Гафуров обратил внимание на развитие информатизации в стенах клиники. Благодаря этому пациенты смогут получить лечение в строгом соответствии с протоколами и клиническими рекомендациями. Полная база данных о каждом пациенте будет доступна в режиме онлайн. Управление информацией в режиме онлайн стало темой следующего выступления директора ситуационного аналитического центра КФУ. Тимирхан Алишев представил ректорату работу системы управления научными и образовательными мероприятиями «Ломоносов». Суть данной системы – в управлении мероприятиями в режиме онлайн. Заключительной темой стала подготовка к приему 2019-2020 учебного года. Олег Бодров сообщил ректорату, что Казанским университетом была запущена реклама дистанционных экзаменов. Важным вопросом является прием иностранных абитуриентов. Департамент внешних связей планирует организовать пять дистанционных площадок в странах СНГ. Получается, что в эти дни необходимо направлять туда наших консультантов. То есть вот срок их пребывания – это 14 дней. Работа их должна строиться, подключить эту систему, выявить и снять проблемы на месте, которые возникают, а потом обкатать и подготовить к запуску экзаменов. На сегодняшний день Казанский университет принял 4716 заявок от иностранных абитуриентов. Для студентов из стран СНГ создана пошаговая инструкция прохождения вступительных испытаний в КФУ. Артем Тупичкин, Ленардо Валетяров, Виолетта Басова, Универньюз. В Казань прибыли представители Университета Регенсбурга. Программа их визита включает в себя встречу с руководством Казанского университета и обсуждение реализации совместной программы по германно-российским отношениям. Подробности смотрите в сюжете. 28 мая состоялся рабочий визит в КФУ представителей Университета Регенсбурга по вопросам реализации совместной программы по германно-российским отношениям. Мы очень рады, что у нас есть общий программ. У нас есть бачлор-программ между Университетом Регенсбурга и Казанский федеральный университет, который мы могли оптимизировать. Да, это наш цель. Соглашение о сотрудничестве между университетами было подписано 21 сентября 2010 года. Оно предусматривает обмен научными работниками в области исследований и науки, студентами на уровне бакалавра и магистра, а также обмен аспирантами. Кроме того, реализуются совместные исследовательские проекты и поддержка совместных учебных специальностей и программ, в том числе с возможностью получения двойного диплома. А сейчас коротко об обзоре, что еще интересного произошло в Казанском федеральном университете. 28 мая в Кембриджском международной школе Бала-Сити прошла презентация проектов профессионального развития учительских кадров. На конференции был презентован проект «Новый учитель для Республики Татарстан», в котором приняли участие студенты Казанского федерального университета. В музее имени Лобачевского Казанского федерального университета состоялась лекция «Тайны древнего беляра». Археолога, доктора исторических наук, члена корреспондента Академии наук Республики Татарстан Фая Захузина. На лекции была затронута деятельность одного из выдающихся археологов, автора многочисленных трудов по истории татарского народа, доктора исторических наук, профессора Альфреда Халикова. В шоуруме Высшая школа журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялось очередное заседание телевизионного дискуссионного клуба на тему «Дети мигрантов и школы принимающей стороны». Обсудили образовательную политику в отношении детей-мигрантов в разных странах, проблемы подготовки и переподготовки учителя для работы в мультикультурной образовательной среде, особенности работы с детьми-мигрантов российских и зарубежных школ. На этом у меня все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин